Трактор и Металлург остались победителями. Оба южноуральских клуба выиграли у своих соперников с Дальнего Востока. Подробнее о хоккее и не только расскажет Николай Пастухов в обзоре спортивных событий. Челябинский трактор набирает очки уже седьмой матч подряд. За это время было пять побед и два поражения в овертайме. Очередной жертвой черно-белых стал Амур. Челябинцы реабилитировались за поражение в Хабаровске и выиграли 3-1. Отличились Дерек Рой, Кирилл Кольцов и Максим Якуценя. А вот другой лидер атак трактора Юрий Петров на лед не вышел. Юра получил травму, всю поездку играл на уколах, поэтому здесь уже не смог восстанавливаться. Но скорее всего после перерыва уже появится в составе. По словам тренера, команде необходим отдых. За две недели трактор провел шесть матчей, в том числе три на выезде. Перед девятидневным перерывом в чемпионате, связанном с проведением Кубка Первого канала, Челябинцы сыграют еще одну игру с Адмиралом. Гостевую встречу южноуральцы выиграли 1-0. Команду из Владивостока можно назвать нашим конкурентом. Моряки идут на седьмом месте на Востоке и на 11 очков отстают от черно-белых. Адмиралу победа в Челябинске нужна, чтобы оторваться от стремительно догоняющего их нефтехимика. А трактор должен выиграть, чтобы догнать в таблице Салават Юлаев. Все идет к тому, что челябинцы и юфимцы встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ. Кто будет выше в таблице, у того преимущество своего поля. Увидеть принципиальный поединок трактора и Адмирала вы можете завтра в 16.30 на телеканале ОТВ и сайте 1обл.ру. В матче с Адмиралом может принять участие и Иржи Новодны. Он вернулся в трактор и подписал контракт с черно-белыми до конца сезона. Об этом сообщает директор челябинского клуба. Иван Сенчев рассказал, что Новодны с радостью откликнулся на предложение трактора, несмотря на интерес нескольких топовых клубов КХЛ. А магнитогорский «Металлург» уже скрестил клюшки с Адмиралом и победил со счетом 3-5. Игра проходила на площадке Столиваров и напоминала качели. Сначала команды обменялись шайбами. Затем во втором периоде вперед на два гола вышли гости. Магнитогорцы сумели сравнять счет только в третьей 20-ти минутке. А финальные шайбы забросили на последних минутах встречи. Сейчас «Металлург» занимает первое место в своей восточной конференции. У них 84 очка. Волейболисты «Торпеда» на своей площадке разделили очки с лидером чемпионата Ярославичем. Команды высшей лиги играют по два матча подряд. В первом победили челябинцы 3-1. Но развить успех не смогли. Во второй игре команда из Ярославля доказала, что она не зря идет на первом месте в турнирной таблице. «Торпедовцы» не смогли взять ни одной партии 0-3. Мы можем посмотреть по статистике Ярославля. То есть они первую игру играют хуже, чем вторую в гостях. Мы предупреждали, все готовились к этому. Но сегодня не получилось отодвинуть их от сетки. У них был хороший прием, и мы не справились с ихней атакой совершенно. До конца года челябинцы проведут еще две домашние встречи. 24 и 25 декабря сыграют с командой «Трансгаз Ставрополь» из Георгиевска. В Челябинске выбрали самый спортивный детский дом и школу-интернат. За свои успехи дети получили в подарок баскетбольные мячи и хоккейные клюшки, чтобы улучшить свои результаты. На территории города мы сейчас активно ведем работу по заливку дорог, площадок. Эти площадки доступны всегда, в том числе для детей. Поэтому надеемся, что вот эти клюшки, они в углу не будут стоять, пылиться. Каким-то образом заставят и руководителей, и самое главное самих детей, выйти на свежий воздух и играть в хоккей. Самыми спортивными стали детский дом «Аистенок» и 12-й интернат. Николай Пастухов, Ульяна Любимова, Борис Абрамов, ОТВ.